Кафедральный собор в Севиле Кристофора Колумба Севильский собор Санта-Мария-де-Ла-Седе За две тысячи С половиной лет Своего существования Севиле Побывала в руках Иберов, Римлян, Готов, Аравов И наконец перешла Под скиптер испанских королей Одна эпоха сменяла другую И вместе с каждой эпохой Уходили в прошлое Ее памятники А на их место Приходили другие Первое же здание На этом месте Мечеть Заложили в середине XII века Во времена Мавританского владычества В Испании В следующем веке Власть вернулась в руки испанцев Мечеть закрыли И превратили его Христианский храм А в 1401 году Решено было его полностью перестроить Поэтому часть мечети снесли И поменяли внутреннюю отделку Работы продолжались Около ста лет В результате получилась Уникальная вещь Которой Нет в мире аналогов У собора Очень необычная форма Каждая сторона здания Уникальна Построена они в разное время Между XV и XIX веками Все они необычны И причудливо украшены Резьбой и скульптурами Внутри есть Знаменитая древняя Скульптура Мадонны Целительности XIII столетия Также в этом соборе Похоронен Кристофор Калун Легенда гласит Что на оформление Этого собора Пустили самое первое золото Привезенное Кристофором Колумбом И столько что им Открытой Америкой Здание Здание совершенно уникальное Ему нет в мире аналогов И даже ничего похожего Если вы любите Старинную архитектуру И историю На осмотр собора Пойдет 4 часа А то и больше Когда создавалась Эта кафедраль Создатели ее говорили Мы должны построить Такой собор Чтобы потомки Глядя на него Говорили Строители этого собора Были сумасшедшими Потому что Размеры ее Не объявили В соборе 80 часов И каждая оформлена В своем стиле Размеры Севильского собора Составляют 129 на 76 метров Высота достигает До 36 метров В кафедральном соборе Находится гробница Кристофора Колумба Саркофаг был сделан В 1891 году Гробницу считают Символической Есть мнение Что Колумба Похоронили в другом месте Однако Совершенно точно известно Что здесь похоронен Его сын Эрнанда Колумб Сын Кристофора Колумба Был знаменит тем Что организовал При соборе Грандиозную библиотеку В Колумбийской библиотеке Сегодня хранятся Более 3 миллионов Домов Среди них Есть и рукописи Кристофора Колумба Общепризнано Что этот Грандиозный храм Является Самым крупным Готическим Собором В мире Является Самым большим В оккупатуре Католическим Собором Опережая По этому Показателю Соборы Святого Петра В Англии И Святого Петра В Ватикане Кроме того Здесь Самый дорогой Алтарь Среди всех Готических Соборов В мире На его Украшение Ушло 3 тонны Золота Собор 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 Остатками мечети является Хиральда, бывший минорет. Хиральда – такой же символ Сибилии, как и Эхвильва башня для Парижа или статуя свободы для Нью-Йорка. Высота ее почти 100 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 символизирующие последний Арабский Эмират в Испании – Гранат. Дорогие мои, обязательно посетите Кафедраль Санта-Мария-де-Лесе-де-Севилле. Я с вами прощаюсь, до следующих встреч в эфире. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, ставьте лайки, колокольчик. До встречи в эфире, мои дорогие. Целую, обнимаю.